Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Пулинсков. Как обычно в это время на телеканале «Универтв» и, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого спорта ждет тебя прямо сейчас. Поехали, мы начинаем! Череда внутривузовских этапов Ассоциации студенческих спортивных клубов России в Казанском федеральном университете подошла к своему логическому завершению. На этих выходных в стенах Уникса были выявлены победители в таком виде спорта, как стритбол среди мужских команд. Кто из сборных, которые заявились на данный чемпионат, будет защищать Казанский федеральный университет на республиканском этапе, расскажет Анастасия Павлова. Каждое воскресенье вот уже на протяжении месяца спортивный зал Уникс становился площадкой для выявления лучших спортсменов Казанского федерального университета. Для участия в чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Дисциплина этой недели – стритбол среди мужских команд. 17 сборных заявились на данный турнир. Что интересно, некоторые из них состояли из представителей первой сборной Казанского федерального университета по баскетболу. Сам турнир по традиции стартовал с группового этапа, где хорошую заявку на чемпионство выдала команда «Бумеранг», в составе которой играли лидеры сборной Казанского федерального университета, а именно Алмаз Избасаров и Антон Лавров. Они вместе со своими сокомандниками выиграли абсолютно все встречи в своей группе. Конкуренцию «Бумерангу» как по составу, так и по игре составили игроки команды «Дефенс». Они также одержали все три победы на групповом этапе. Квартет сильнейших команд по итогу группового этапа также смогли пробиться команда с максимально ироничным названием «Сейчас проиграет» и победитель группы «Д» «Красная звезда». В полуфиналах же победная феерия «Бумеранга» могла оборваться, но на их счастье команде «Сейчас проиграет» не хватило времени, чтобы сравнять счет матча, а затем одержать победу. Как итог, со счетом 10-9 «Бумеранг» отправляется в финал, где они и встретились с командой «Дефенс». Финальный матч прошел по всем канонам профессионального спорта. Жесткие столкновения между игроками, споры с судьей, игра на грани фола. До конца не было ясно, кто станет обладателем первого места, но после счета 9-9 «Бумеранг» дожал своего соперника и смог в их корзину набросать еще три безответных мяча. Итоговый счет 12-9. Команда «Бумеранг» в ранге чемпиона внутривузовского этапа отправляется на республику. Анастасия Павлова, Амальт Миров, Неделя спорта. Всемирная зимняя универсиада в Красноярске подошла к своему логическому завершению и пора подводить ее итоги. А итоги мы будем подводить сегодня с бронзовым призером данной универсиады и просто прекрасной девушкой, которая у нас уже была в программе, Юлия Зобнина. Юлия, тебе большой привет. Здравствуйте. Что ж, поздравляю с бронзовыми наградами в вашем виде спорта. Давай, пока вот еще есть какие-то мысли в голове, какие-то эмоции, расскажи обо всем, что там было. Ой, на самом деле там была очень крутая организация. Волонтеры, как это все было организовано. То, как все это проходило. Это было на высоком уровне, я думаю, наверное, это был уровень даже Олимпиады, олимпиадный уровень. То, что происходило внутри тоже. Это, знаете, было как-то по-студенчески весело, ярко, насыщенно, интересно. Это какая-то вот особенная атмосфера, которую, наверное, не передать словами, ее надо просто прожить, просто вот прийти туда, в эту деревню универсиады. И там вот эта атмосфера, она наполнена праздником. Вот серьезно, говорят, что универсиады — это праздник, и это действительно так. Туда надо ехать с хорошим настроением, заряженным. И тогда все будет классно и круто. По сравнению с другими чемпионатами международными, международными форумами, насколько сильно отличаются универсиады? На самом деле для нас это был совершенно другой формат. То есть чемпионат мира, ты приезжаешь и, ну, все равно живешь в отеле, и как бы вокруг тебя только команды, которые занимаются, ну, таким же видом спорта, как и ты. А здесь ты приезжаешь вот в эту деревню универсиады, и вокруг тебя очень много молодежи, очень много студентов, и которые не просто так же катаются, как и ты, а они другие, они интересные, они необычные, и постоянно жизнь внутри, она кипит, и за этим очень круто наблюдать. Я говорю, что атмосфера там просто непередаваемая и очень теплая. Все очень дружественные, все приехали туда с хорошим настроением, и все, я думаю, все кайфовали просто. Хорошо. С кем успела познакомиться, кого успела увидеть на этой универсиаде? С какими делегациями вы больше всего общались? Имеется в виду не только сборная России, но и иностранных государств. Ой, на самом деле, знаете, там знакомства просто появлялись на каждом шагу. Я говорю, что все студенты, они очень доброжелательные, и буквально знакомства завязывались так, что ты сидишь просто кушаешь, и к тебе может подойти любой другой спортсмен из любой страны, и просто сесть с тобой рядом, и сразу завяжется какой-то диалог. И вот так вот знакомились, на самом деле, очень-очень много новых знакомств появилось, очень много классных людей, с которыми мы сейчас общаемся. И виды спорта вообще всевозможные. Мне кажется, все, которые там были представлены, мы успели пообщаться со всеми. Хорошо. Перейдем теперь к самому спорту. Когда вы туда приехали, как минимум акклиматизация, плюс 4 часа надо как-то себе накинуть, чтобы быть в ритме Красноярска. Как проходили тренировки перед мероприятием? Мы приехали туда рано утром в понедельник, были очень уставшие с дороги, сразу же сходили покушать и потом легли спать. Буквально, наверное, до 4 часов дня, вечера мы спали, потом уже проснулись. И на самом деле акклиматизация для нас далась легко, каких-то особенных сбоев в организме не было. И я говорю, что жизнь там, она не останавливается. Ты вообще теряешь счет времени просто. И вот у тебя, ты уезжаешь на тренировку, приезжаешь, там кушаешь, еще, еще. И совершенно нету какого-то обычного свободного времени, когда ты просто сидишь и не знаешь, ой, что бы мне поделать. Буквально день был, каждый день он был насыщенный. И иногда просто ты такой приезжаешь домой, а время уже 12. Такой думаешь, уже 12, как так? Я еще даже покушать не сходила. Вот, а столовая там работала с 6 утра и до часу ночи. И как бы в любой момент можно было сходить покушать. Но я говорю то, что счет времени там просто он не чувствовался. Там вот ты под вот этими эмоциями и сюда, и сюда, и сюда. Везде охота, все увидеть, везде успеть. И на самом деле акклиматизация, она прошла очень легко. И обратно тоже, когда мы сюда в Казань приехали. Мы приехали в воскресенье где-то в 5 вечера. И я просто легла в 9 часов спать. И все, и вот нормально. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, теперь о самих соревнованиях. В первый день короткая программа, отрыв финнов составлял примерно где-то 5 очков. Потом, во второй день, к сожалению, что-то, видимо, пошло не так. Опустились на третье место. По самой программе. Расскажи, пожалуйста, что получилось, что не получилось, что вам говорил ваш тренер. На самом деле с нами была, получается, сборная команды финнов. От них было две команды. И эти две команды считаются сильнейшими в мире. То есть то, что не было каких-то других стран или каких-то других соперников, на самом деле это нисколько... Но об этом речь не идет, имеется в виду по самой программе вашей. В первый день нам удалось откатать чисто свою короткую программу эмоционально. Очень много потом слышали хороших слов в свой адрес. И впечатлений от зрителей, от болельщиков. Все говорили то, что до слез, до мурашек. Это было очень приятно. Во второй день нам чуть-чуть не хватило техники. То есть, видимо, короткая программа у нас была больше, более накатанной, более слаженной. Произвольная программа, она тяжелее в плане того, что она и длиннее, и физически она тяжелее тоже. Чуть-чуть не хватило техники. То есть там оценка состоит из двух частей. Это техническая оценка и оценка за исполнение, за эмоциональность, за чистоту всех перестроений, синхронность и вот это вот. То есть вторая оценка у нас была наравне с финнами и с первой, со второй командой. А вот техническая оценка, конечно же, чуть-чуть была ниже, что и не позволило нам остаться на втором месте. Хорошо. Какие эмоции были уже на пьедестале? Когда вот подходили, вешали медаль, вручали подарки. На самом деле было чуть-чуть обидно, что все-таки не второе место у нас, не первое место у нас, а вот третье. Но подходили за медалью с гордостью. С гордостью, знаете, с таким, наверное, все-таки чувством удовлетворенности, потому что все равно нам удалось сделать очень много, отдать очень много сил. И я не могу сказать, что это был какой-то, ну, во второй день, что мы как-то очень сильно проиграли или очень сильно, или плохо скатали. Нет, это просто, наверное, работа времени, которая у нас еще вот есть, месяц до чемпионата мира теперь, которую надо просто делать. И поэтому медаль мы получали с гордостью и с достоинством. Ну и последний вопрос, что дальше? А дальше мир. Вот мы сейчас приехали, нам дали два дня отдохнуть, завтра у нас уже начинаются тренировки. 4 апреля мы уезжаем на сборы в Новогорск, это в Москве находится. После чего мы уедем на чемпионат мира, который будет проходить в Финляндии, и где будем уже также бороться. Это будет заключительный старт этого сезона, самый, ну, один из важнейших стартов, главный старт, заключающий. И там надо уже показывать свой максимум, показывать все, над чем мы работали весь этот сезон. Ну, то есть я правильно понимаю, едете в Финляндию за реваншем. Заберете тоже первых два места. Ну что ж, Юль, большое тебе спасибо, друзья. Напоминаю, что у меня сегодня в студии была бронзовая призера, универсиады. Универсиады, хочется уже сказать олимпиады, но в будущем так и будет. Бронзовый призер универсиады в Красноярске Юлия Зобнина. Юля, тебе большое спасибо, что пришла к нам. Удачи в дальнейшем, ждем больше побед. Спасибо большое. Ну и на этом все. Вот такая у нас ведутся неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин